Спартаковцы опять перешли в контратаке Ну и сейчас мы послушаем тут информатора Опшут Родивоевич, опшут В упор закрытый был Телькач, браво, Михаэль Еще один бросок и пропускает Пропускает шайбу, 7.43 Счет становится на... Да, сейчас Панин вот выезжает И еще больше минуты Неприятной ситуации, конечно, будем мы в четвером Против пятерых спартаковцев Ну что ж, после второго броска Закрытый соперниками Телькач был Бессилен И опять опшут находился на площадке Вообще сегодня, наверное, самый полезный Поган хоккеист Спартака Гол 6.50 Браво Браво Забили Реализовали численное преимущество Ответили Бухарову А? Давайте пошлем туда весточку На центральный саден Чтобы там порадовались наши болельщики Реализовали численное преимущество Кто? Я сейчас, честно говоря, не увидел Давайте посмотрим, Медведев Что выясняют спартаковцы? Просит видеоповтора? Что-то показывает Давайте в этом моменте будем разбираться Евгений Медведев показывает На прошлый час Но Медведев, что, клюшку подставил Не был площади ворот Ничего не понятно Видеопросмотр Я бы это видеопросмотр назвал сейчас Видеопрослушиванием Аудиопрослушиванием Потому что, как вы знаете, сейчас Специальный человек сидит Наверху тут В недрах дворца Спортивного Спортивной арены И вот главные арбитры Напомню, что Встречу сегодня у нас Обслуживают двое главных арбитров Это Виктор Гашилов из Перми И Алексей Белов Из Ярославля И вот специальный человек Сейчас посмотрит и скажет И вот Возникает вопрос, кстати А кто будет потом ответственность Брать Если Какое-то решение будет Правильно или неправильно Уже первая незащитная шайба В первом же матче Шайба Ярославцев Вызвала много вопросов Ну и что показывает арбитр? Что-то у меня Какие-то сомнения Не уверены Все в порядке Все в порядке 1-2 1-2 Жизнь налаживается Рубин ведет Агварс отыгрывается На ваших экранах Молодой Дмитрий Вишневский И вот здесь 3-0 3-0 Ну, наверное, следующую уже Здесь какой-то флюид Должны послать Такие футболисты Рубина Своим Товарищем из Агварса Потому что Сейчас уже Как говорят перед сегодняшней игрой Наверное Сегодня победа Рубина для многих болельщиков Была бы важнее Потому что цена сейчас На вес золота буквально Цена всех очков в футболе Сезон хоккей только начинается Но вот данный момент Наверное Очередной гол Рубина не столь важен Как, конечно, шайба Агварса И будем надеяться Что все-таки время еще есть Вот пошла 18-я минута Третьего периода Емелин Преследует Ружечка Ружечка Красавец Ну, ничего не скажешь Ничего не скажешь Преследовал Емелин его Преследовал Но никакого толку не было Вывернулся Ружечка И отдал Мартину Цыбоку, по-моему 17 минут 17 секунд 17 минут 17 секунд Ну, вот видите Да, перелом не наступил Есть еще, конечно, шанс Спасти этот матч Вот 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 Выбрасывание проиграно Спартак Выбрасывание Сегодня, кстати, не уступил Царибов ведет борьбу И попадает Беркут Клюшкой в лицо Ну, так Совершенно игровой момент Поэтому атака продолжается Здесь Царибов оттолкнули А шайбы Борется до низ Видно, конечно, желание огромное И Выкрикнуть здесь нельзя Пустые ворота И у Атбарса И Чуть бы не влетает туда Четвертая шайба Заменили Заменили Барса уже Видите, как рано За две минуты заменили Ну, а что сейчас терять-то, в принципе Какая разница Какой счет будет А попробуй Зато Вот сейчас есть Ай-яй-яй Морозов Неудачно принял шайбу Такая жесткая получилась передача Ну, сейчас Спартак Еще попытается забросить Пустые ворота А вот так шайба влетает Пустые ворота Кто это у нас делает? 88 номер Роман Людучин Ну, и Россияне Отличились 18 18 Умиротворенный Панар Жига Вот, смотрим Середина площадки Очень Хорошо Навесом Роман Людучин Пустые ворота 4-1 Огромное сейчас преимущество будет у Спартака Правда Видите, уже две шайбы пустых ворот Побывало Одна защитная Одна незасчитанная В общем, поздравляем Спартак с победой Она абсолютно заслужена Ничего случайного здесь нет И, в общем, градус противостояния огромен Очень высок Намечается уже в первых турах Второго открытого чемпионата Континентальной хоккейной лиги Спартак не будет Мальчиком-лебетя Давайте поблагодарим команду Она играла, она старалась Для вас Ну, вот так вот Сложилось Так вот сложилось Переиграл сегодня Вжига своего Оппонента Переиграл Дзинкул Хайдарович Беллидинова Но В общем, наверное, на таких поражениях Учится, наверное, больше, чем на многих иных победах Сейчас у нас будет еще возможность И для интервью И, наверное, для просмотра Самых важных моментов Ключевых моментов Сегодняшней Встречи Ну и Вот сейчас команды приветствуют друг друга Очень приятно эти Послематчевые рукопожатия Дмитрий Кочнев Блестяще сыграл Вообще все спартакцы выглядели молодцами просто И Все-таки переиграть матчи В первом же дебютном матче Нового сезона Обладателя Кубка Гагарина На его площадке Это, поверьте, стоит дорогого И вот такой Спартак Я еще раз повторю Если вернется такой Спартак Если с ним рядом будут Грамотные и хорошо разбирающиеся в хоккее Болельщики Которые сейчас перформанс такой на трибуне устраивают Без хулиганства Без бросания предметов и так далее А это не спартакцы бросали Вот тогда мы только приветствуем Такой и пусть этих гостей приезжает больше И 500 Тем более этот нефтьарен сможет вместить И большее количество Ну, сегодня Спартак был сильнее действительно во всех компонентах И броски поворота У нас интервью Дмитрий, в целом, как оцените матч? Все ли удалось? Ну, если выиграли с таким счетом Значит, удалось, я думаю Мы, в принципе, была равная игра Мы использовали свои моменты просто здорово И хотел бы отметить Дмитрия Кочнева Нашего голгибера здорово сегодня отыграл Спасибо Из Лады Ну и уже о козырях Спартака, скажем, попозже Вот здорово был применен силовой прием Против Михаила Юнькова Дмитрия Вишневского Ну, наверное, разучил своего бывшего Товарищи, кстати... Против Михаила Юнькова